Всем привет! Сегодня 5 ноября, 20-22. Вы с Олегом Соскиным на моем YouTube-канале. Я думаю, обсудим такую вот тему. Она будет очень для нас всех, она уже актуальна, а будет еще более актуальна. И у нее есть очень большая, на мой взгляд, перспектива оставаться в центре внимания. И это событие, этот процесс уже, он будет иметь серьезнейшие последствия для мира в целом. Поскольку этот процесс связан уже точно с пятым, шестым технико-экономическим укладом, ну даже может и седьмым. Итак, Маск входит все более в глубинные процессы управления, приобретенные им в социальной сети мирового значения под названием Твиттер. И естественно, что ситуация становится все более-более такой острой и жесткой. Как известно, там птичка так нарисована, да, у них символ, но он ее оставил. Некоторые вещи давайте восстановим. Итак, он сделал, Маск уже сделал ее частной компанией, убрал, уволил этот состав директоров всяких там и лично стал управлять Твиттером. Второй момент. Он заплатил очень большие деньги, то ли 41, то ли 44 миллиарда долларов. Ну это как бы уже и не важно даже, да, для него, для нас очень важно, наверное, для него тоже. Но главное это то, что для того, чтобы ее купить, ему понадобилось, ему пришлось это выполнять. Он так колебался, все просчитывал. Он был очень в этом плане осторожный человек, очень расчетливый, осторожный человек, настоящий капиталист такой, акула. Так вот, ну не зря же самый богатый человек, да, в мире. А что следующее он сделал? Он обратился к банкам, они создали, как я понимаю, банковый консорциум, который дал ему деталь. Предварительно говорили 11 миллиардов долларов. Это кредит, который надо, естественно, обслуживать и вернуть. В связи с этим, естественно, для Маска путь один, как говорится, надо, чтобы эта система приносила ему прибыль, чтобы она купила. Что он сейчас заявил? Он говорит, что каждый день он теряет от этой сети убытки в размере 4 миллионов долларов. То есть он не вышел на сегодняшний день на то, чтобы она ему приносила прибыль, которая ему необходима, чтобы обслуживать вот кредиты, которые он взял. Может он еще какие-то, может он у разных людей еще взял и так далее. То есть ему надо еще деньги. Следующее важнейшее событие это то, что он хочет сократить, он уже начал сокращать и ориентированно сократить где-то 50% персонала всего, который в этой системе сегодня задействован. Он уже где-то сократил, если я не ошибаюсь, где-то 15% так называемых модераторов. Но, наверное, он их сократит еще больше. Я думаю, что минимум 50-60%. Что такое модераторы? Это так называемые, по-коммунистически, это комиссары, которые следят за контентом. То есть это, я вам расскажу из своего опыта. Я был, когда были в советские времена, вот я, будучи еще и аспирантом на эконом-факе университета политэкономии, а потом уже и преподавателем, старшим преподавателем. А я был, там выпускались такие вопросы политэкономии. Разные выпуски были, там социализма были, там критика буржуазных теорий, там мировая здесь тема. А мы с моим шефом, он был главным редактором, Григорий Никитирович Климко, а я у него был ответственным секретарем по выпуску вот этой вопроса политэкономии, политэкономия капитализма, мировое капиталистическое хозяйство. То есть я еще раз подчеркиваю всяким мудакам, которые там, это самое, говорят, что я там занимался научным коммунизмом, еще какой-то хренью, социализмом, я этим дерьмом никогда не занимался. Вот. Поэтому, ну научный коммунизм, все, кто учили в Советском Союзе, хоть они были этими, вот Гордон, там что там, сантехнику заканчивал, да, но у него был научный коммунизм. Кто-то заканчивал там пищевые технологии или разделка мяса, у него был научный коммунизм. Даже тот, кто учился там в любом месте, на кого угодно, у него все равно был научный коммунизм и марксистско-левинская философия. То есть это была такая идеологическая повсеместная дисциплина, которую надо было изучать. А политэкономия, она состояла из разделов, она не была единой. Была, да, была политэкономия социализма, но была политэкономия капитализма, была политэкономия мирового хозяйства, были международные экономические отношения, была система мирохозяйственных связей, то есть это все изучалось. Так вот, и вот для того, чтобы издавать этот сборник, люди сдавали свои статьи, там мы проводили конференции, тезисы выпускали. Но каждый раз, это где-то, ну, практически почти каждый месяц издавали. Может, там иногда было один раз в два месяца, но все же вручную было, не было аж компьютеров, систем этих, все надо было на машинке набирать. Офигеть, можно, как вспомню, конечно, это кажется просто. Но, правда, сейчас многие вернутся в это время, потому что, ну, не многие, а миллионы в Украине, потому как света нет. Поэтому надо будет, возвращаемся в коммунистические времена, коммунистическая эпоха Средневековья. Так вот, одним из этих элементов, этой эпохи было то, что вот ты все сделал, и ты хочешь издавать этот сборник, уже он готов для типографии. Но перед тем, как ты хочешь его издать, тебе надо было пойти на, там сегодня находится Министерство иностранных дел, такая площадь там есть, возле фуникулера. Вот, там, где восстановили собор Орхистратига Михаила. Кто взорвал, помните, нет? Сталинская сволочь взорвала, скотина эта. Взорвал монастырь, украли фрески, где они находятся, не знаете, нет? В Ленинграде, в Москве, все украли, все украли. Так же, как и в Софии украли, там тоже они все поворовали. Так вот, смотрите, в Святой Софии. И там была такая, есть улица Десятиная, там как раз есть кучма себе там квартирку когда-то, когда он был или премьером, или президентом, он, так сказать, озаботился о себе. Так вот, там было такое отделение, называлось оно Главлит. Это была коммунистическая такая, карибистская структурка, то есть любой, кто хотел что-либо издать, он должен был пройти цензуру, была жесточайшая цензура в этом, так сказать, отделении. Обязательно. Без этого невозможно было ничего, и пока они тебе штамп не поставят, не подпишутся эти цензуры, фиг тебе, что ты можешь выпустить. Это вообще было невозможно. Так вот, я вспоминаю нынешний твиттер, то, что было время коммуно-карибистской, да, и нынешний твиттер с этими модераторами, они теперь модераторы называются. На самом деле, это такие же коммуно-карибистские, гитлеровско-нацистские подонки, которые не дают возможности выходить свободным материалом. И вот, Маск начал их массово выкидывать за порог твиттера. То есть, их уже где-то сокращено, 15%, и я думаю, ну так говорят во всяком случае, что в принципе есть надежда, что этот процесс будет очень-очень продолжаться. Но уже там разные заявляют, что уже 20, даже 25% контента уже не могут модерировать и его контролировать. То есть, цензура уже начинает в твиттере рушиться. Это очень классно, это замечательно, потому что, ну если оно так останется, потому что Трамп такой парень, что его не поймешь. Вы же там фотографии его смотрели на Хэллоуине с мамой там, и еще кто-то третий, и вообще непонятно. Таких они кожаных костюмах, ну мама там, конечно, в полном прикиде. Посмотрите, интересно, напишите вот в комментариях, пожалуйста, а как там состоялась эта Хэллоуиновская вечеринка в этой Румынии, в этом доме, в дворце Дракуле, особняки или как там, кто там был и прочее. Потому что как-то вот нету широких сообщений, ну наверное, что-то же состоялось. Ну да вот, будет интересно, если в комментариях напишите, обязательно каким-то способом потом это прокомментирую. Ну вот, то есть, вот такое пошло явление. То есть, смысл в чем, что Маску надо возвращать деньги. В той модели, которая была, естественно, денег он себе вернуть что не может. Поэтому он вот этих представителей цензуры стал выкидывать по полной программе. Будем надеяться, что процесс будет продолжаться. Теперь смотрите, следующий очень важный момент. Это то, что он при верификации ввел плату. Ну сначала 20 долларов тот, кто верифицируется, должен Твиттеру заплатить. Ну там Кинг начал писать или этот фантаз таких, таких разных произведений таких, очень таких тяжелых, темных. И он говорит, да, что ж я должен 20 долларов типа платить. Да, зажало его там это все, так это, ну, жаба задавила. И Маск понял, что если это тоже не хочет, ну да-да, он говорит, ну так 8. 8 долларов. Ну и там кто-то начал возбухать, но основная масса как бы нормально восприняла. А с одной, смотрите, как умно сделано. С одной стороны, конечно, ну что такое 8 долларов при верификации? Они, люди, платят. С другой стороны, что он добивается этим? Как вы думаете? Какая у него самая была главная проблема, когда он покупал? Он выяснил, что там куча фальсификата, что этот Твиттер, непонятно, сколько у него там реальных этих аккаунтов, записей, а сколько вообще просто это, так сказать, фантасмагорических, виртуальных. Я так полагаю, в силу своего неофитства, что вот эта плата 8 за верификацию долларов, как я понимаю, она ему позволит достаточно в каком-то виде получить реальную картину о реальных пользователях Твиттера. Это вообще будет замечательный момент, потому что он очень серьезно устраняет, я не говорю, что полностью, но мне так представляется, может, я не прав, поправите меня, что это серьезный шаг для уничтожения вот этого дерьма, которого на самом деле нет, но оно вроде как есть и воняет, при том очень серьезно воняет. Вот, давайте понаблюдаем. То есть это второй очень для нас важный момент. То есть если Твиттер в самом деле становится таким очень открытым, очень разносторонним, плюралистичным, многоплановым, открытым разным ветрам и разным веянием, ну нормально, ну как бы в нормальном процессе, никто же не говорит, что там всякую надо дрянь выставлять и так далее, да я думаю этого и не будет. То тогда фактически мы получаем международную мировую сеть огромного уровня, которая начнет конкретно давить мировую за кулису. И она конкретно начнет давить фейсбук Цукерберга вместе с уметой этой, да, она начнет давить гугл, ютуб, причем так это по полной программе, и она начнет задавать совсем другой алгоритм поведения. И вот здесь уже появилась такая первая, как говорится, птичка прилетела и Байдену там так она, как говорится, ну так ему там капнуло, конечно, им таким чем-то очень горячим на его, так сказать, лысину. Ну у меня она тоже есть, но во всяком случае, наверное, это не совсем приятно, когда такие птички появляются. Так вот, получается следующая ситуация. Твиттер начал писать, как известно, такие разные, нельзя сказать, критические примечания. Он стал какие-то давать реплики к разным таким твитам серьезных, каких-то очень влиятельных систем, структур, людей. И что получилось? Вот он сделал, начал делать примечания, тут говорят, что это критические замечания, но почему критические? Нормальные. К постам Белого дома. И Байден обвинил социальную сеть во лжи, слышите? Вот чем мы сейчас обеспокоены, сказал Байден, примысловав лова. Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир, заявил президент США на предвыборном митинге в Чикаго. Слышите? А ситуация как бы в чем? Достаточно простая ситуация, потому что они опубликовали твит, где похвалились увеличением, Белый дом похвалился увеличением пенсии. А твиттер взял, как бы добавил такую реплику, написал. И то он же не сам писал, он сослался на пользователей, на их комментарии и просто добавил контент, контекст, как бы выжимки из этих комментариев. Он сказал, что большие выплаты вызваны рекордной инфляцией, ссылаясь на пользователей, которые добавили контекст сообщению Белого дома. То есть фактически твиттер и естественно Маск ничего такого не сказали сложного. Они просто сказали, да, пенсии поднялись, но они поднялись просто потому что в стране инфляция. А реальная покупательная способность этих пенсий, она значительно уменьшилась. Можно то же самое сказать в Украине. В Украине вот я, да, человек, который получает пенсии. Но если сравнить мою пенсию, которую я получал, вот когда мне было там, когда я там в 60 лет ушел, да, и на сегодняшний день, так это, извините, большая разница. Она где-то в два раза меньше реально, чем в долларах так. А доллары тоже проинфлировали, чем она была, когда мне ее оформили. Ну, это ж грабеж, правильно? То есть меня ж ограбили, реально ограбили, да? Кто меня ограбил? Меня ограбил Порошенко, меня ограбил Зеленский, Гройсманы и прочие шмигалии. Понимаете, в чем дело? Тот, который самокатом, он уехал себе, я думаю, у него сейчас вообще золотой самокат. Потом кто-нибудь еще памятник поставит этому парню на золотом самокате. Конечно, он молодец, он так классно все, вот, взял, поднялся, подскочил, видно, самокат такой кайфовый был, с крылышками, вот, и все. А расхлебуем-то мы все, а у нас как-никак в стране 11,5 пенсионеров, миллионов пенсионеров, там хоть в штатах им пенсии поднимают, а у нас уже заморозили несколько лет. Инфляция, девальвация, блин, нифига себе, доллар был по 24, да, а теперь же доллар по 40, считайте, ну, пусть по 37 официально. То есть, ребята, так нифига себе, так пенсии надо в два раза тогда поднимать. Что же вы творите, Зеленский, вы думаете, что вы вечно молодыми будете? Ты к папе пойди, сходи к маме, посмотри на них, они тебе расскажут. Ну, папа пока еще, я так понимаю, ну, хотя уже, наверное, потерял, уже там, ну, вряд ли их фриворогий этот, их университет работает, где он в завкафедре был, хотя и пенсионер, да. Но, неважно, вот, например, в Мариуполе университет разбомбили, а преподавателям деньги платят, как-то это вроде как, если я не ошибаюсь, да. То есть, сейчас уже много университетов разбомбили, так что, всем деньги платить? Так это, блин, мы налогоплательщики только будем на этот виртуал и работать, поэтому надо, видимо, что-то другое уже делать, академии эти сокращайте, вообще все сокращайте. Нету денег на это, нету, на политические партии нет денег, Зеленский, вы что, совсем офигели с этим, как он там у вас, зав этот, ну, Арахамия, понятно, а как этот, который завхоз у вас Верховного Совета, Астафичук или как там. То есть, вы давайте чем-то занимайтесь серьезным, почему мы, налогоплательщики, должны содержать вас на своей шее? Еще и пенсионеры, слышите, за счет нас вы еще себе выстраиваете, так сказать, дорогу в коммунистическое будущее, на наших горбах визжаете. Это неправильно. Так вот, что получается, что уже такой начался очень серьезный, там у них такая пошла, пошел процесс, уже так Байден серьезно обозвал Маска, я думаю, он в долгу не останется, он его тоже вжарит. И, естественно, Твиттер начал давить этих левых всех, ну, под названием, фактически демократической партии нет, это социалистическая партия, она и жрет все, и кушает, и испражняется социализмом и коммунизмом. Там еще какая-то появилась вот эта девочка, какая-то там экологичная, которая начала возникать, что надо от капитализма избавляться и так далее. Ну, вот понимаете, вот это когда всякие шапки, без образования, абсолютно, ну, даже если есть образование, это абсолютно ничего не значит. Абсолютно глупые, абсолютно вот такие просто надутые, знаете, вот в детстве такие были тогда времена, может, кто-то этим занимался, ну, вот, когда соломинкой жабы надували, да, вот она так раздувала, такая большая получает, ну, нельзя, конечно, этого делать, ну, в советское время многие вещи происходили. Так вот, это вот даже, вот эту девочку тоже такую, кто-то сидит и так, ну, даже не соломинкой, а так нормально, насосом надувает, надувает, и она такой, все разрастается, разрастается, ну, гопнет рано или поздно. Но гадости всяких уже наделала, слышите, капитализм ей не нравится, товарно-денежные отношения ей не нравятся, надо же различать. Есть ростовщический империализм, да, это власть мировой закулисы, где находится банк всех банков? В Швейцарии находится, да, сейчас пару слов про эту Швейцарию, так сказать, какую-то нехорошую, так мягко говоря, но так хочется другое слово использовать, скажу. Так вот, он руководит всеми банками, в том числе и украинским. А собственники, кто этого банка, случайно не знаете? Ну, например, Ротшильды, Рокфеллеры, там, Морганы и так далее, и так далее, и другие там, Шиферы или как. Понимаете, какая история получается? В Цюрихе такой международный банк, банк международных расчетов называется, а он контролирует все национальные и центральные банки на минуточку, да? Вот хорошо, в Швейцарии гномы заделалось. Так вот, фактически, Маск систему начал ломать. Мы не знаем о ВЦере, потому что, с другой стороны, ну, как бы понятно, что он хочет, чтобы ему Старлинг оплачивали в Украине, но терминалы, реально, там тысяча, больше тысячи терминалов, которые обслуживают как раз наших войска, на переднем фронте отказали, там, перестали работать в связи с неоплатой и так далее. То есть, ситуация плохая, но получается, что Залужный не подготовился, генеральный штаб Шептала не подготовился, Резников не подготовился, этот Ермак не подготовился, ну, Зеленский ему вообще не до этого, понимаете? То есть, вы, ребята, проспали. Потому что раз Федоров зашел с ним в контакт, как говорят, такой анекдот есть, говорит, что один там умирает, так сказать, а его спрашивают, а чего у тебя всегда чай такой хорошая? А он говорит, ребята, не жалейте заварки. Слышишь, Зеленский, это как раз вот к тебе очень близко. Не жалейте заварки. Заварки не надо же жалеть. Еще такой тоже, там, умирает, и они стоят возле него, говорят, там, типа, дедушка, какое твое, там, или прадеда, ну, невероятно, какое твое, наш любимый, это самое, ты нас всегда учил, там, и так. Какое твое последнее жало? А он говорит, дайте мне, говорит, чай и бросьте в него, пожалуйста, три кусочка сахара. Чай, да ты что? Что больше никаких желаний нет, уже на ложе лежишь, все же уйдешь. А он говорит, да, вы понимаете, когда был в гостях, всегда ложил четыре, а дома всегда два. А так хотелось три положить. Говорит, хотел всегда с тремя кусочками. Вот выполните мою, говорит, такую просьбу. Вот это все про этих, которые сейчас при власти. Это все про них, и как раз вот это тоже, все, 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 тоже про них. Поэтому, ребята, не жалейте заварки, и в гостях четыре не берите, а дома два не кладите, понимаете? И тогда дурить не надо никого, и да все хорошо будет. Так вот, Маск фактически делает сегодня мощнейшую ситуацию. То есть он создает прецедент. А если учесть, что 8 числа, а сегодня 5, будут выборы, и уже предполагается, что демократы якобы теряют контроль и над Сенатом, там три-четыре сенатора и ста избираются, и над Нижней Палатой теряют, там тоже будет преимущество этих самых ребят, республиканцев. Очень плохая у партии Байдена. Ну и дальше тогда надо ожидать еще каких-то очень тяжелых вещей. Ну вот я вам хотел бы про такое рассказать. Отдельно сделаю, конечно, думаю, скорее всего завтра там проанализируем, а вы мне, может, что-то напишите про эту, так сказать, очень богополучную Швейцарию. Давайте поговорим, что она отказалась там разрешать немцам поставлять там стволы гепардам, там еще снаряды. Говорит, они нейтральны. Ну давайте посмотрим, чем им эта нейтральность вылезет. Вы с Олегом Соскина на моем YouTube-канале. Всего доброго, до новых встреч.